ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХРУМ ИЛИ СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ Входите. Здравствуйте, Мария Петровна. Привет, Макс. Проходи. Сегодня мы отправляемся в сказ Бажова «Серебряная копытца». О, я, кажется, мультик смотрел. Когда-то давно. Да, господин детектив, мультик. Книгу надо было читать. Книгу. Ну ладно, Мария Петровна, я сейчас быстренько краткое содержание прочитаю, а там уж разберусь как-нибудь. Ну-ну, посмотрим. Надевай теплую куртку и зимние ботинки. В сказке «Зима» мороз сильный. Милая деревенька вся в снегу. Мне здесь нравится. Ой, забыл спросить-то. А что тут случилось? Как сообщил Добрыня, тут пропал главный герой сказки – «Козел Серебряная копытца». Надевай лыжи, Макс. Надо сходить в лес, осмотреть места, где его увидели. А вот и Добрыня бежит. Здравствуй, Добрыня. Привет, начальнику сказочной полиции. Что случилось? Еще кто-то пропал? Здравствуйте, детективы. На силу добежал. По снегу-то тяжеловато. А вы, смотрю, на лыжи. Надо бы мне тоже, а то… Так что случилось, Добрыня? Да не, наоборот. Я чего бегу-то? Хотел сказать, что дело выеденного яйца не стоит. Тут даже эти ваши улики не нужны. Все и так понятно. Неужели? Ну да, Марья Петровна. Здесь же не город. Деревня маленькая. Все друг друга знают. Поговорил я с одним, с другим. И? Ну, что и, Марья Петровна. Поймали мы деда. Какова не у этого? Дедушку? Ну, почему его? А кого же, Макс? Вы сами посудите. Все люди как люди. А этот вечно чего-нибудь учудит. То вон девчоночку взял, удочерил или, как это, увнучил. Потом по лесу за козлом этим ходил. Да еще и ребенка потащил с собой. Он это точно. Все знают. Втемяшилось деду найти серебряное копытце. Нашел, видимо, поймал и спрятал. Ах, вот оно что. Ну да. И без дедукции все ясно. В общем, спасибо, что прибыли. Уж извините, что так вышло. Но искать больше некого. А ведь в сказке первый козлика увидела девочка. Ага. И что? А то, что если его увидел и поймал дедушка, значит, что-то еще в сказке пошло не так. Были еще какие-то проблемы. Понимаешь? Никаких проблем. Он сознался уже. Как? В чем? Во всем. Говорит, признаю все, в чем обвиняют. Угу. А подробности какие-то сообщил? Пока нет, но это вопрос времени. Чистосердечное признание, знаете, это... Если это какова не похитил козлика, то он должен знать, где тот спрятан. Логично. Пойдем спросим его. Мы безвинных не наказываем. У нас все по закону. Правильный подход, Добрыня. Держи лыжи. О, спасибо, Марья Петровна. А то он на другом конце деревни живет. Пока доберешься, десять раз по пояс провалишься. А девочка где? Так кто же ее знает? У себя дома, наверное. С ней никто не говорил? Нет. Старик очень просил ее не пугать и не расспрашивать. И что с такой крохи взять-то? Пугать не будем. А вот поговорить с девочкой не мешает. Давайте я скажу, а? Я умею находить общий язык с малышами. Она, наверное, охотнее со мной поговорит, чем со взрослыми. Давай, Максимка, беги. Вон их домик. Видишь, неказист такой. А как ее зовут? Ты что, сказку не читал, Макс? Даренкой кличут. Какова Ня, Даренка. Чудные имена. Ну ладно, я пошел. Хрум или сказочный детектив Расследование продолжается. Ишь, подкрался. Гляньте-ка на него. Я тебя сдалека приметила. Ты кто? Отвечай. А не то. Ухватом сейчас. Вон он. Рядом. Открой, пожалуйста. Не бойся. Я твой друг. Хочу помочь. Ишь, чего захотел. Не открою. Я с дедушкой живу. С кукуваний. А тебя знать не знаю. Правильно. Чужим открывать нельзя. Только у меня документы есть. Я тебя в окошко покажу. Может, пустишь? Очень уж на дворе холодно. Подойди поближе. Ну-ка. Читать-то я маленько умею. Сыщик. Агентство хрум. Ну, сходи уж, сыщик. Спасибо. Пушистая какая. Как ее зовут? Муренка эта. Гляди, какая хорошая. А ты, значит, Даренка? А ты как узнал, что меня Даренкой зовут? Да уж узнал. А я Макс. Макс? Чудное имя-то. Ну, не знаю. А ваши? Даренка, Муренка, какованя. Ну да, какованя. Дедушка мой. Не видал его? Нет. А где он? В полиции сказывают. Скучненько без него. Ни в чем мой дедушка не виноват. Правильно говоришь. Правильно. Тише, Муренушка, тише. А кто же виноват? Скажи, пожалуйста, Даренка, ты видела козлика? Да уж. Поглядела я на серебряное копытце. И рожки видела. И копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет. А куда он делся? Может, его кто-то украл? Уж и не знаю. Козлик-то чужим не больно показывается. Да, Муренушка? Правильно говоришь. Правильно. Может, ты кого-то в лесу видела? Не видала. Никто не спрашивал про козлика? Никто не спрашивал. Может. Ох, поскорее бы дедушка домой воротился. Постараюсь тебе помочь. Но и ты мне помоги, хорошо? Некогда мне с тобой болтать. Вот дедушку жду. Только если что-то вспомнишь. Расскажешь? Ладно, хорошо. Пойду я. Ступай. Ой, погоди. Вспомнила. Звук слыхала. Какой? Такой. Тягучий. Будто кто-то на дудочке наигрывал. Да не по-нашему только. Что значит не по-нашему? Да ветер больно сильный был. Может, почудилось. Тише, Муренушка, тише. Спасибо, Даренка. Пойду узнаю, как там дела у твоего дедушки. Ну и холодина. Ой, Добрыня, ты как тут оказался? Навстречу тебе пошел. Марья Петровна следы какие-то увидала. Понеслась по ним. А что с какований? Да вот так получается, что, может, он и не виноват. Как так? Начала Марья Петровна его выспрашивать. Как он козлика изловил? Да где спрятал? А дед, возьми-то и заплачь. Оказалось, хотел он внучку свою приемную выгородить. Даренку? Ее. Он думает, она козлика спрятала. Пойду поговорю с ней. А я уже с ней говорил. Она не виновата. Ну, и я тоже поговорю. У меня, может, свой подход. Погоди, Добрыня. А каковани ничего про дудочку не говорил? Про дудочку? Не знаю. Вон Марья Петровна идет. У нее спроси. Работать пойду. Попозже поговорим. Макс, у меня новости. У меня тоже. Здесь явно побывал кто-то из другой сказки. Кто? Из какой? Пока не поняла. Только что нашла на снегу следы буйвола. Буйволы в этих краях не водятся. Скорее всего, это какая-то южная сказка. Еще у дудочки звук нездешний. У дудочки? Даренка слышала. Интересно. Макс, есть сказка, которая напоминает эту. Там похожий сюжет? Да. Золотая антилопа. Индийская сказка. Там персонажи буйвол и мальчик с дудочкой. А еще антилопа. Она похожа на нашего козлика серебряная копытца. Только у козлика из-под копытца мать цвета летят. А у антилопы золото. Помни эту сказку. Там еще был жадный раджа. А мальчик с помощью дудочки мог вызывать волшебную антилопу. Да. А что если эти сказки каким-то образом смешались? Надо отправиться туда и проверить. Отлично. А Добрыню возьмем с собой? Конечно. Беги за ним и догоняйте меня. Хрум или сказочный детектив. Расследование продолжается. Да, лыжи здесь, похоже, лишние. Не помешал бы крем для загара и солнечные очки. И шляпа от солнца. Хорошо, что моя сумка всегда при мне. Я в Древней Индии, на окраине города, где правит раджа. За деревьями видно поле. Там работает мальчик. Возможно, Даренка слышала эту дудочку. Кто же играет? Кто тут? Никого. Что ж, придется искать по следам. Так, вот следы буйвола. Такие же, как в сказке Бажова. Опять дудочка. Как будто зовет. Пойду посмотрю, кто играет. Добрыня, идем. Даренка больше ничего не скажет. Макс, ты просто не умеешь говорить с детьми. И вообще, зачем нам в эту индийскую сказку? Ведь нет никаких доказательств того, что козлик там. А следы? Дудочка? Совпадение. Ты как хочешь, а я к Марье Петровне. Буду помогать ей вести настоящее расследование. Ладно, ладно, не начинай. Вместе пойдем. Самое время туда наведаться. Особенно учитывая здешние погодные условия. Я только на минутку заскочу в офис, а? Договорились. Как же тут жарко. А где Марья Петровна? Вдалеке город виден. Наверняка она пошла туда. Там люди. У них можно что-то узнать. Самое высокое и красивое здание в городе. Наверняка дворец Раджи. Приходилось же мне беседовать с царями и королями. Выведу у Раджи его секреты. В Индии, стало быть, а? Чего же взять? В моем богатырском наряде я буду смотреться странно. Надену лучше халат. Намотаю на голову чалму. В Индии все в чалмах ходят. На лбу надо нарисовать красную точку. А на ноги надеть туфли с загнутыми концами. Вот. Теперь я ни дать ни взять. Индийский царь. Ну, по крайней мере, уважения больше будет. Мне бы слона еще раз добыть. Сел верхом и сразу царь. А только где же его взять-то? Ладно. Перемещаюсь в сказку «Золотая антилопа» поближе к Максу, чтобы не бегать за мальчишкой. Где это я? Кажется, прям во дворец Раджи попал. Кругом ковры цветные. Подушки вышитые. Палочками ароматными пахнет. Все такое яркое, красочное, красивое. Аж плакать хочется. Будьте здоровы. Ой, ничего не вижу. Чалба на глаза сползла. Кто здесь? Я пришел, чтобы узнать о золотой антилопе. А вы здешний Раджа? А? Что вы говорите? Это по-индийски, что ли? Нет, я не говорю по-индийски. Странный какой-то Раджа. Пойду отсюда поскорее. Вдруг он опасен. Ну вот, стукнулся. Может, к лучшему, что столик упал. А то от этих горящих ароматических палочек слишком сильный запах. Так, теперь надо Марию Петровну найти. Ой, наконец-то этот запах слабее стал. Теперь можно и с чалмой разобраться. Ой, интересно, кто это со мной говорил сейчас? Голос вроде знакомый. Давненько я в этой сказке не бывал. Может, и голоса позабыл? А вдруг этот персонаж не здешний? Ничего-ничего, я его опознаю по голосу. Он и есть преступник наверняка. Да что же эта чалма никак держаться не хочет? Добрыня? Ой, Марья Петровна, меня напугали. Это ты меня пугаешь, Добрыня. Что это ты наделал на себя? Что? А это, ну, я решил внедриться во дворец в целях расследования, так сказать. Ах, вот оно что. И как? Да, я почти обнаружил преступника. Правда, он скрылся, как только понял, что я его разоблачил. Но ты наверняка его запомнил. Как он выглядел? Честно говоря, я не видел его. Ну, он что-то сделал с моей щелмой. А еще пытался одурманить меня этими палочками. Обычные индийские благовония. Не вижу ничего особенного. Это пока, Марья Петровна. Этот персонаж очень опасен. Но я вычислю его. Каким образом позволю знать? По голосу. Я слышал его голос. Ну что ж, если голос не подделан, это уже кое-что. А про антилопу он ничего не говорил? Нет, а что? Дело в том, что она тоже пропала. Как? Золотая антилопа? Да. Думаете, ее похитил тот же, кто украл серебряное копытце? Весьма вероятно, Добрыня. Это, наверное, кто-то очень жадный, раз ему мало одного животного, дающего безграничные богатства. Да. Макс, слушаю. Мария Петровна, есть новости? Да, в индийской сказке пропала золотая антилопа. Судя по всему, похититель тот же. Мотив – жадность. О, тогда я, кажется, сейчас видел преступника нашего. Да, и кто это? Раджа. Не знаю, не знаю. А почему ты так думаешь? Он жадный. Это же известные сказки. А видели бы вы, как он одет. Смех один. Ты считаешь, одежда доказывает его вину? Нет, конечно. Но точно доказывает. Это странный и подозрительный персонаж. Он чуть не напал на меня. Ладно. Мы с Добрыней во дворце. Приходи к нам. Заодно и с подозреваемым поговорим, если найдем. Хорошо. Скоро буду. Добрыня, приведи себя в порядок. Хватит изображать Джина. А я пока поищу Раджу. Увидишь Макса? Позвоните мне. Хорошо. Эх, не удалась моя затея с переодеванием. Ну да ладно. В прежней одежде оно привычнее. Форма, она всегда к лицу. А чей же это был голос? Где я мог его слышать? О, Максимка, привет. Привет, Добрыня. Тшшш. Я вспоминаю. Что? Я слышал голос преступника. И он мне что-то напомнил. А я видел подозреваемого прямо вот в этой комнате. Представляешь? Ничего себе. Наверное, мы его видели по очереди. Скорее всего. Макс, Добрыня. Мария Петровна, вы нашли его? Он точно прячется где-то рядом. Он большой, шумный и очень смешно одет. А голос у него такой тонкий, пронсительный. Нет, коллеги, здесь никого нет. Дворец пуст. К тому же на обычном месте нет охотничьего оружия и лошадей. Похоже, все отправились на поиски антилопы. Но если ее похитил Раджа, зачем ему ехать за ней на охоту? Это нелогично. Вот именно. Антилопа и серебряная копытца должны быть где-то поблизости. В стойле, например, или в хлеву. Я смотрела стойла и хлев. Их там нет. Странно, да? Очень. О, я знаю, на кого он был похож. Вот, смотрите. Ой, ну надо же. Скульптура «Человек с головой слона». Это Ганеша. Персонаж индийской мифологии. Бог мудрости и благополучия. Благополучия. Да, его голос был похож на крик слона. А голова большая и с длинным хоботом. Но что мог делать Ганеша в сказке о золотой антилопе? Может, он ее украл? Если он бог благополучия, возможно, захотел забрать себе источник золота и козлика с его самоцветами. Все сходится, Мария Петровна. Странно. Скорее уж Равана мог покуситься на чужое добро, чем Ганеша. Впрочем, все бывает. Давайте разыщем его. Отлично. Мы ищем слоново-голового четырехрукого индийского бога. Хрум. Или сказочный детектив. Расследование продолжается. А кто такой этот Равана, о котором вы говорили, Мария Петровна? Покровитель демонов-ракшасов. Один из самых страшных персонажей индийской мифологии. Ганеша, Равана, Ракшасы. Ой, надеюсь, мы его не встретим. Город совершенно опустел. Двери в домах открыты, никого нет. Да, не похоже, чтобы здесь жили люди. Недавно я шел во дворец, и все было нормально. Похоже, сказка разрушается. Возможно, здесь действительно не обошлось без чего-то мощного вмешательства. Это Ганеша. А может, Равана? Я уже ни в чем не уверен. Или этот, Ракшасы? Тише вы, подойдите-ка сюда. Следы на песке. Ну и что? Кошачьи. Верно. Следы свежие. Мы знаем, что персонажи этой сказки пропадают. Хотите сказать, это не здешняя кошка? Макс, кошка не может украсть козла и антилопу. Надо искать богов и демонов. Или? Хм, тонкий голос, смешная одежда. Кажется, мы упускаем очевидное. О чем вы говорите, Мария Петровна? Мне казалось, версия с Ганешей очень убедительная. Погодите. Макс, Добрыня. Что? Закройте глаза. Зачем? Мария Петровна, мы так упустим преступника. Делайте, что вам говорят. Закрыл. Мария Петровна, вы что, роетесь в моей сумке? Тихо. А теперь что-то делаете с моей головой? Тише. Открывайте глаза. Что открыл, что закрыл. Все равно темно. Ой, это же... Это ведь... Это он! Этот... Этот голос! Это его голос! Добрыня? Макс? Все, Добрыня, снимаем с твоей головы чулму. Вот мы и нашли Ганешу. Так это был ты? А почему ты нацепил эту одежду? Хотел соответствовать обстановке. А почему ты таким голосом говоришь? У меня всегда такой голос. Ну вот, теперь можно перейти к настоящему расследованию. Нужно спешить. Две сказки на грани исчезновения. Ой, а что же делать? Пойдем по следам кошки. Они ведут к лесу. Именно там паслась антилопа. А в поле за лесом работал мальчик. Кстати, я слышала его дудочку, но увидеть его мне не удалось. Думаете, он связан с похищениями? Посмотрим. Слышали? Там среди деревьев кто-то прячется. Точно! Тихо, Муренушка, тихо! Даренка, это ты? Выходи, я узнал тебя. Ой! Что? Это же наша Даренка. Так это ты животных воруешь и сказки разрушаешь? Да, Брыня, не шуми. Надо сначала разобраться, а потом обвинять. Иди сюда, Даренка. Расскажи, что случилось. Да что сказывать-то? Пошла я за ней, а потом вот сюда попала. За кем это за ней? За кошкой. За ней. Мяу! А вот она. Да, по ее следам мы пришли сюда. Да, но следов девочки рядом не было. Не было, потому что животных воровала не она, а кошка. Да не со зла она. Сказывает вон, хотела спасти их от злых людей. Правильно говоришь. Правильно. Так, погодите, я что-то не понял. У нас что, преступница? Вот это мурчалка? Кошка? И козлика и антилопа увела кошка? Именно. А ведь точно. В сказке Бажова кошка привела козлика к девочке. Ой, ну и дела. И как быть с кошкой? Ее арестуют? Нет, не надо. Нет, она больше не будет. Надеюсь. Пусть пока посидит дома и подумает о своем поведении. И без сладкого. Ну, без лакомств. Ой, да какие уж у нас лакомства-то. Уверена, муренка уже сожалеет о том, что сделала. Да уж, конечно. Правильно говоришь. Правильно. Вот и хорошо. Но где же серебряная копытца и антилопа? Да тут они. В лесу. Муренка их далеко увела. Только я попросила, она и вернула зверито. Ты, Даренка, возвращайся в свою сказку вместе с козликом и кошкой. А мы переместим антилопу ближе к дворцу. Остальные герои тоже должны вернуться. Пойдем, муренушка. Дедушка-то, наверное, воротился, ждет. Правильно говоришь. Правильно. Ну что ж, дело раскрыто. Хорошо, что вы вмешались, детективы. А я ведь поспешил. Чуть невиновного не арестовал. Признаю. Главное, что все поняли свои ошибки, Добрыня. А нам пора возвращаться. До свидания. До свидания. До новых расследований. Макс, посмотри, остались у тебя какие-нибудь материалы по этому делу? Ага. Фотографии. Следы пуйвола, Добрыня в чулме, запись звуков флейты. В конечном итоге, все это не имеет отношения к делу. Долго же мы ходили по ложному следу. Это да. Но все-таки хитрейшие расследования умнейших мыслителей одержали победу. Да-да. Мария Петровна, а откуда взялась эта сказка про антилопу? Как ты думаешь, Макс, откуда вообще берутся сказки? Не знаю. Из каких-то поверьей, легенд, мифов. А эта сказка появилась, когда зародилась дружба. Да? А, знаю. Мальчик подружился с антилопой, как в сказке. Не угадал. Легенда говорит о том, что с антилопой подружился вовсе не бедный мальчик, а сам Раджа. Тот самый, что охотился за ней? Охотился, а потом пожалел. Поселил возле своего дворца. Антилопу назвали королем антилоп. Мансрадж. Животное повсюду сопровождало правителя. Позже в его честь построили башню. А как насчет волшебных копыт, из-под которых вылетает золото? Было и золото. Только из него были сделаны подковы. Из-под них ничего не вылетало. Они отбрасывали многочисленные яркие блики, поэтому и появилась красивая легенда о волшебном животном. Золотые подковы. Да, Макс. Как просто. Башня Хиран-Минар находится на территории современного Пакистана. Это одна из достопримечательностей страны. Ее называют башней оленя. Но многие помнят, что Мансрадж была антилопой. Здорово! Наши сказочные расследования помогают узнать и о настоящих историях и достопримечательностях. Ну и теперь ты? Теперь-то я обязательно прочитаю сказ Павла Петровича Бажова «Серебряная копытца». Вообще детектив должен как следует готовиться к расследованиям. Золотые слова, Макс. Хрум или сказочный детектив